Доброе утро, дорогие преданные! Вся слава Шиле Прабхупаде! Сегодня утром я хочу начать с двух коротких объявлений. Во-первых, я хочу напомнить, что сегодня воскресное утро, и я думаю, что сейчас вы уже знаете, что это значит. Время от времени я могу исчезать, и это вне сферы моего контроля, но я изо всех сил буду стараться вернуться назад. Сегодня утром уже несколько раз это происходило. Второе объявление немного длиннее. Я уже сделал это объявление вчера, и я повторю его сейчас. У нас не будет лекций по Брихад Бхагаватамрите до 29 мая. И, пожалуйста, будет хорошо, если вы сможете запомнить это. И если вы знаете кого-то, кто обычно приходит на лекции, но кого нет сегодня, сообщите им, пожалуйста, об этом. Иногда, когда мы отменяем лекцию, я в конференции делаю небольшое объявление, например, на экране, и люди, которые присоединяются, понимают, что лекция сегодня отменяется. Но, возможно, я буду читать другую лекцию в это время, и, возможно, я не смогу опубликовать такое объявление. Итак, я полагаюсь на вашу помощь в том, чтобы сообщить другим о том, что лекции не будет. И также я опубликую эту информацию сегодня на веб-сайте. И я объясню причину, почему я беру эту двухнедельную паузу. В течение последнего года я получил очень много просьб от разных храмов, от разных лидеров о том, чтобы я прочитал у них лекции. И я категорически отказывал каждому. Почти каждому. Потому что для меня слишком трудно приспособиться под расписание всех остальных предантов. Иногда кто-то просит меня прочитать лекцию в 5.30 утра по моему времени, потому что у них это как раз вечер и удобное время. Иногда меня просят прочитать лекцию в 10 часов вечера по моему времени, потому что для них это как раз подходящее время. И я всегда отвечал каждому, что если вы хотите послушать мою лекцию, то лекции проходят по субботам, воскресеньям, понедельникам и средам. Добро пожаловать! Я читаю лекции, и если вы хотите слушать меня, пожалуйста, постарайтесь подстроиться под мое расписание. И я говорил это преданным, по крайней мере, не меньше ста раз. И теперь я решил поступить по-другому. Я решил связаться с теми преданными, кто просил меня прочитать лекцию и сказать им, что, возможно, я буду доступен для лекции в ближайшие две недели. И хотя я принял это решение только вчера... Но уже вчера вечером я получил несколько сообщений по электронной почте от разных преданных, и я даже не знаю, откуда они об этом узнали. Итак, я буду читать другие лекции в течение ближайших двух недель. И также я хочу выделить время, которое очень необходимо для моей писательской деятельности. Я даже не буду рассказывать вам, как много у меня есть задач в этой сфере писательской деятельности. И я постараюсь также уделить время и этому в течение ближайших двух недель. Итак, следующая лекция будет 29 мая в субботу для англоязычных преданных, и 30 мая будет лекция с переводом на русский. И когда я сделал это объявление вчера, преданные сразу же спросили меня, а можем ли мы поучаствовать в этих других лекциях, которые вы будете читать? И я ответил, теоретически это возможно, но я не знаю, когда будут эти лекции и по какой ссылке они будут проходить. Я не знаю, будут ли эти лекции через Zoom или через YouTube, ничего этого мне не известно. Я не знаю, будут ли эти лекции с переводом на турецкий или китайский или итальянский, этого мне не известно. Но сам я буду говорить по-английски. А может быть вы услышите также итальянский перевод. В данный момент мне неизвестно, как будут проходить эти лекции, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Все, что я могу вам сказать, это то, что как только я узнаю эти детали, то ссылки на эти лекции будут опубликованы на веб-сайте. Да, эти лекции будут записываться. И, вероятно, они будут опубликованы на моем YouTube-канале или на веб-сайте. Вот мое объявление относительно лекций. Я вернусь к нашим регулярным лекциям 29 мая. Я надеюсь, что все понятно, я постарался все ясно объяснить. И я также надеюсь, что понятна моя просьба о том, что если вы можете помочь мне и сообщить другим о новом расписании, пожалуйста, помогите мне. Потому что в противном случае мне нужно будет самому постараться выйти онлайн во время лекции и опубликовать сообщения, объявления или просить кого-то другого о том, чтобы сделали это объявление. И если мне не нужно будет об этом думать, то я буду очень благодарен за любую вашу помощь, чтобы мне не нужно было обо всем этом беспокоиться. Итак, мы начинаем Брихад Бхагаватамриту. Мы читаем том 2, глава 4, текст 187. Аминь. 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 Кришна и Нараяна не одно и то же, ибо, нисходя в материальный мир, Кришна демонстрирует во всей полноте, многие уникальные достоинства, которые присущи лишь ему одному, чарующие, пленительные достоинства, ведомые лишь тем, чьи сердца плавятся от према-пакте. Как Шри Кришна может быть больше, чем Нараяна? Комментарий. У кого-то может возникнуть сомнение, если Нараяну, Господа Вайкунтхи, в ведических писаниях также называют Аватари, источником всех воплощений, как может Шри Кришна быть выше Нараяны? Ответ Нараде содержится в этом стихе. Кришна – всеславный Господь, верховная личность Бога, затмевающий своим величием всех, в том числе Господа Вайкунтхи. Нисходя в материальный мир, Кришна демонстрирует Свои самые сладостные качества, которые пленяют сердца всех и каждого. Какие же качества возвышают Шри Кришну над всеми Аватарами и даже над Аватари Нараяной? Чтобы правильно понять это, нужно сердце, умягченное чистой любовью к Кришне. Но даже не обладая им, можно принять во внимание, что большинство форм Бога, таких как Нараяна из Бадари Кашема, суть лишь Аватары, тогда как Господь Вайкунтхи, верховный повелитель Шри Нараяна, не Аватара, а Аватари. Но Кришна, однако, это и Аватари и Аватара. Таким образом, в качестве Аватары Кришна демонстрирует сладость Своих многообразных лил, а как Аватари свой верховный статус абсолютного властелина. Поэтому Кришна – это наивысшая форма Бога. В дальнейших главах Шри Брихат Бхагаватамриты несравненное величие Кришны будет обсуждаться подробнее. Даже те игры, в которых Кришна наказывает и убивает нечестивцев, столь сладостны и пленительны, что их не постичь никакой логикой и не описать словами, ибо каждый враг, убитый Кришной, обретает всю его милость. Более того, даже те способы, которыми Кришна наказывает и убивает демонов, способны покорить сердце любого. Что уж говорить о том, как он отвечает на чувства своих преданных, которые полностью верили в себя его милости. Каждый из преданных связан с Господом особыми взаимоотношениями. И Господь отвечает им всем взаимностью, соответственно, ввиду этих взаимоотношений, расе. Делится едой, отдыхает в их компании, играет для их удовольствия на флейте, танцует с ними в раса лилии и так далее. Подробнее об этом будет сказано позже. Ом Аджиана Тимиранда Сиагянанжана Шилакая Чакшу Анмени Тамдена Тазмай Шигураве Намаха Укам Кароти Вачалам Хангум Нангай Айати Гарим Яткипа Тамма Хамбанди Шигунанди Натаранам Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутале Шиматэ Бхактивиданта Сварман Ити Намане Намасте Сарасвати Деве Горавани Пачаране Нирвишеша Шанявари Пасчачаде Ситаране Яи Си Кришна Четанья Прабу Нитянанда Ши Адвайда Гридарха Шивасари Горавактивинда Hare Кришна, Hare Кришна, 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 Hare 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 Рама, Hare Рама, Рама Рама, Hare Hare We'll read the last verse first Krishna alone is the source of all incarnations of Godhead By his infinitely various excellences Distinct from those of everyone else He is always supreme Those excellences are known by the term bhaga So if you remember during our class On Wednesday We talked about Krishna's unique excellences Итак, если вы помните, на нашей последней лекции в среду Мы говорили о уникальных совершенствах Кришны И мы объясняли, что Кришна не просто проявляет шесть достояний в более полной форме, чем любое другое воплощение Бога Но он также проявляет четыре особенных качества или характеристики, которые не проявляют никакая другая форма Господа И на нашей последней лекции мы говорили о его уникальных играх с преданными И мы также говорили о сладости этих игр, которые покрывают айшварью или величие, которое тоже проявляется И мы говорили, что эти сладкие игры на Галоке являются уникальной чертой именно Кришны И они не проявляются ни в каком другом месте И мы также рассказывали о том, как полубоги, которые сверху наблюдали за всеми этими играми, прославляли и восхваляли Кришну Как верховного Господа, являющего эти удивительные игры И мы также рассказывали о том, что полубоги лишены возможности участвовать в этих сладких играх Они могут лишь наблюдать за ними и прославлять их Обращаясь к Нему как в своих молитвах, как к верховному Господу И мы рассказывали о том, как Господь просто посмотрел на них, улыбнулся И затем вернулся к тем занятиям, которые приносили ему наибольшее наслаждение Он стал лично по имени звать каждую из своих коров И каждый из коров поняла, что на самом деле Кришна находится дальше, чем нам казалось Потому что мы воспринимались в хурте, его образ И затем все эти коровы подошли к Кришне и начали лизать его И также мы говорили о любовных отношениях Кришны с его друзьями, когда они возвращались домой с пастбища И мы рассказывали, как Кришна сказал своим коровам Сейчас пора возвращаться домой, пойдемте в деревню И все эти сладкие взаимоотношения, которые полубоги наблюдали сверху Были уникальными отношениями, которые связывали Кришну с его друзьями и с коровами на пастбищах И также мы говорили о том, как Кришна проявлял Айшварию, совершал удивительные деяния Например, поглотив лесной пожар Но мы говорили, что его друзья воспринимали это очень сладким образом Потому что в их глазах это было по-другому Они не видели, что Кришна проглотил лесной пожар Потому что Кришна сказал им закрыть глаза И так они все закрыли глаза И стали думать, мы-то знаем, почему Кришна сказал нам закрыть глаза Потому что он знает могущественную мантру Которая сработает только если он будет один и не будет никого вокруг И так они думали, что Кришна призывает могущество сильной мантры, чтобы справиться с этим опасным событием Они не думали, что Кришна проглотит лесной пожар Кришна думал, я прошу их закрыть глаза, чтобы они не увидели, как я проглотил лесной пожар Потому что если они это увидят, они могут рассказать об этом моей маме Я уже видел, что делает моя мама, когда она думает, что я проглотил что-то не то Она и так сильно переживала, когда думала, что я ел глину А что же она скажет, когда поймет, что я проглотил лесной пожар Таким образом преобладает сладость И эта сладость покрывает величие И мы говорили об этом также в контексте Гавардхан-лилы и Брама-Вимохана-лилы Итак, все это ведет нас к тому, о чем говорится в сегодняшнем стихе В сегодняшнем стихе говорится о сладости Так много стихов говорило о том, что Кришна и Нарайана не отличны Тем не менее, они также и отличны И в чем же это различие между ними Кришна сту-бхагаван-свайам Кришна является источником всех других воплощений И в сегодняшнем стихе объясняется это различие Электричество просто уничтожено, но я еще здесь, да? 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 В начале комментария говорится У кого-то может возникнуть сомнение Если Нарайану, Господа Вайкунтхи, в ведических писаниях также называют Аватари Источником всех воплощений То как может Шри Кришна быть выше Нарайаны? Конечно, некоторые люди, поклоняющиеся Нарайане, так и думают Даже Венкатабата так думал Он думал, Махапрабу поклоняется Кришне, а я поклоняюсь Нарайане И он думал, что его поклонение Нарайане выше, потому что Нарайана является источником Кришны Нарайана не рождается А Кришна рождается Итак, если Нарайана не рождается, а Кришна рождается, то это значит, что Кришна исходит из Нарайаны У Нарайана четыре руки, а у Кришны две Поэтому Нарайана должен быть источником Кришны, который является в обществе людей с двумя руками Итак, его больше привлекало величие Нарайаны Но у него не было полного понимания до того, как он пообщался с Господом Читании О сладкой природе явления Кришны в этом мире Это сладость, которую проявляет Кришна, которая одновременно является и Аватари, и Аватара Да, Нарайана также Аватари Но нет, не существует сладкого прихода в этот мир Нарайаны Из Нарайаны исходит много других воплощений Господа Читарвьюха Затем из Кширадагашай Вишну являются все различные воплощения, приходящие из Кширадагашай Вишну Например, когда полубоги предстали перед Господом Вишну и просили Его прийти в этот мир И кто-то по глупости может думать, что когда Господь приходит в этот мир, Он исходит из Кширадагашай Вишну Потому что все другие воплощения исходят из Кширадагашай Вишну, но не Кришна Кришна говорит, что когда Я прихожу, Я прихожу в Своей изначальной трансцендентной форме Свайамрупа-бхагаван – это Его изначальная трансцендентная форма Кришна-сту-бхагаван-свайам 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 Итак, в этом стихе подчеркивается Когда Кришна приходит в материальный мир, Он демонстрирует во всей полноте многие уникальные достоинства, которые присущи лишнему одному Это чарующие, пленительные достоинства, ведомые лишь тем, чьи сердца плавятся от према-бхагти Другими словами, те, чьи сердца размягчены общением с преданными, которые ощущают сладость Кришны И Чайтанья Махапарпу пришел, чтобы распространить именно это, распространить сладость Кришны Он говорит, что уже долгое время люди поклоняются Мне в настроении почтения и благоговения Но такое почтение и благоговение не покоряют Меня так, как покоряют Меня преданные во Вриндаване сладостью своей любви И Чайтанья Махапарпу пришел, чтобы явить всему миру именно эту сладость А ранее это не было так хорошо известно Поэтому в этом стихе говорится, что эти чарующие, пленительные достоинства могут быть известны лишь тем, чьи сердца плавятся от према-бхагти Тем, чьи сердца размягчены, размягчены тем, что Господь Чайтанья пришел раздать всем И возвращаясь к комментариям Какие же качества возвышают Шри Кришну над всеми аватарами и даже над аватарей Нарайаной? Чтобы правильно понять это, нужно сердце, умягченное чистой любовью к Кришне Итак, есть определенные очевидные отличия между Нарайаной и Кришной Я обратил внимание на несколько этих отличий и я хочу их обсудить Как мы сказали, Кришна рождается во Врадже И в прошлом мы подробно говорили о сладости рождения Кришны во Врадже И о том, как гопи в своих молитвах Кришне в гопи-гите прославляют именно явление Кришны во Врадже Потому что эту сладость, явление Кришны во Врадже, невозможно испытать ни в каком другом месте Всюду, где Богосподь не проявлялся бы во всем творении, нет другого места подобного Враджу, где преданные могли бы испытать сладость рождения Кришны И ранее мы цитировали Кави Карнапура, Вананда Вриндавана Чампу, который говорил, что эта сладость, явление Кришны здесь в материальном мире Это настолько сладко, что даже его близкие спутники приходят сюда, чтобы испытать эту сладость Итак, Кришна рождается во Врадже Но на Вайкунхе никто не рождается Вообще никто Ни Нарайана, ни Нарайана, ни Лакшми Все они вечно проявлены на Вайкунхе, там нет рождения В Врадже Кришна свободно устранствует по лесам Вриндавана И являют нам прекрасные игры, как те, которые мы объясняли ранее И как мы рассказывали, как Кришна возвращается с пастбищ и с одной его стороны коровы, а с другой буйволы И это выглядит так, как будто вокруг него течет Ганга, а с другой стороны Ямуна Как он играет в лесах со своими друзьями Итак, Кришна гуляет по пастбищам Враджа, но на Вайкунхе там вообще нет никаких пастбищ Там есть только роскошные парки, сады Там нет звука флейты На Вайкунхе Кришна не играет на флейте Но звук флейты Кришны зачаровывает всех на Галоке Это Вену Мадхурия, одна из сладких игр Кришны, которая проявляется во Врадже, но не проявляется ни в каком другом месте И как мы читали в среду, когда Кришна звал каждую из таров по имени, Он звал их с помощью звука своей флейты Звук флейты Кришны зачаровывает умы всех и каждого Текущие реки останавливаются, и их течение замирает, когда они слышат звук флейты Кришны Камни плавятся Таково проявление их премы, исходящее из их сердца, просто когда они слышат звук флейты Кришны Птицы перестают петь, стремясь расслышать звук флейты Кришны И все движущееся замирает, а все неподвижное начинает двигаться Просто благодаря звуку этой флейты Но на Вайкунхе нет никакой флейты И это также уникальное отличие Господа Нарайаны, у Него нет флейты У Кришны всегда есть флейта Конечно, иногда гопи воруют его флейту Но это также очень сладкие игры, когда Кришна ищет, а у кого же его флейты Но так Кришна всегда носит с собой флейту Мы также рассказывали ранее, что произошло с Господом в Твараке, когда Он посмотрел на флейту Гопа Кумара Когда Гопа Кумар предстал перед Господом и Удава склонил голову Гопа Кумара перед Господом Господь потрепал его, погладил его по голове И затем Господь увидел флейту Он поднял ее И Удава сразу же понял, о-о, если он погрузится в это, то мы можем его вообще потерять Потому что именно это происходит иногда в Двараке, когда Кришна погружается в эти сладкие игры То он перестает существовать для тех, кто его окружает Итак, Удава отвлек внимание Кришны и убрал эту флейту, чтобы снова привести все в порядок И уладить ситуацию для того, чтобы спутники Господа, окружающие Его, не оказались в замешательстве, когда Господь погрузится в это состояние и утратит связь с внешним миром Во Брадже Кришна наслаждается с бесчисленным множеством Гопи И все эти Гопи это Лакшми, богини процветания Но у Господа Нарайана только одна жена, Лакшми И мы читали об этом также, как Лакшми попросила всех выйти, потому что настало время приготовить обед для Господа Конечно, мы говорили о том, как много богинь процветания на Вайкунте И все они являются экспансиями изначальной Лакшми Но у Господа Нарайана только одна жена, Лакшми Конечно, в Двараке у него много жен Но мы говорили о Господе Нарайане на Вайкунте, мы не говорили о Двараке И мы говорили о том, что на Вайкунте есть разные пространства Там есть Айодья, Дварака, там есть разные пространства, где Господь проявляет игры со своими спутниками Но мы говорили конкретно о Лакшми и Нарайане на Вайкунте И этот Нарайан на Вайкунте, он Аватари Аватари означает, что множество других Аватар исходят из него, он является источником всех их Но он не Аватара, он Аватари Все Аватары исходят из Господа Нарайана, который является Аватари И это еще одно отличие между Кришной и Нарайаной Кришна является одновременно Аватари, потому что все другие формы исходят из его тела Включая и Господа Нарайана Но он также и Аватара Он одновременно и Аватари и Аватара, потому что он является в этой изначальной сладкой форме, чтобы проявить свои игры во Врадже И поэтому, как пишет Саната Нагасвами, однако Кришна это и Аватари и Аватара Таким образом, в качестве Аватары Кришна демонстрирует сладость своих многообразных лил, а как Аватари свой верховный статус абсолютного властелина Поэтому Кришна это наивысшая форма Бога Это несравненное величие Кришны будет обсуждаться подробнее в дальнейших главах Шри Брихад Бхагаватамриты Конечно, мы уже обсуждали кое-что из этого еще до того, как мы дошли к ним Но многое другое, что мы еще не обсуждали, то, что будет в дальнейших главах И мы также объясняли, почему на этом этапе путешествия Копа Кумара именно так ему говорит Нарадамуни здесь, на Вайкунхе И он всегда говорит о Нараяне Хотя мы уже объясняли, что несколько раз на протяжении этой главы слово Нараяна меняется на слово Кришна Для того, чтобы намекнуть нам на то, что будет дальше Мы читали это во многих стихах этой главы, когда Нарадамуни говорит о Нараяне, но вместо того Нараяна он говорит слово Кришна Потому что в конечном итоге они взаимозаменяемы, Нараяна и Кришна Но также есть определенные отличия, и поэтому Нарадамуни использовал слово Кришна, намекая на то, что скоро ты увидишь определенные отличия от того, что есть у Кришны и чего нет у Нараяна И ты увидишь, что вот эти отличительные черты, они как раз очень соотносятся с тем, на что ты медитируешь в своем сердце, на свое служение Кришне И в конце этой главы он конкретно скажет об этом Гопу Кумару Именно то, к чему ты стремишься в своем сердце, вот именно это ты и получишь Потому что у тебя есть квалификация, которой нет даже у меня, вот это скажет ему Нарадамуни Конечно, он говорит так, движимый своим смирением Но здесь подчеркивается, это квалификация Гопа Кумара, он стремится именно к этим сладким отношениям, которые есть только на Галоке Так, продолжая читать комментарии Даже те игры, в которых Кришна наказывает и убивает нечестивцев, столь сладостны и пленительны, что их не постичь никакой логикой И не описать словами, ибо каждый враг, убитый Кришной, обретает всю его милость Мы уже говорили об этом на основе Лагу Бхагаватамриты Где Рупа Госвами приводит свое объяснение, почему Кришна является величайшим из всех пара авастха аватар Потому что, когда Кришна убивает демона, он внедряет себя в ум и в сознание этого демона Тогда, когда демонов убивает Господь Нисимхадев или Господь Рамачандра, этого не происходит Но когда Кришна убивает, он делает это очень сладким образом И он настолько милостив, что, как в случае с Путиной, когда он убил ее, выпив ее жизненный воздух, он дал ей положение кормилицы на Галоке Кто может быть милостивее Кришны? Он убивает их и дарует им положение в духовном мире И Рупа Госвами также привел пример Шишупала Шишупала завидовал Кришна, но он снова и снова называл Кришну по имени И повторяя имена Кришны снова и снова, движимый завистью, он полностью очистился Итак, каждый враг Кришны, которого он убивает, получает всю милость Кришны И Кришна убивает их особенно сладким и привлекательным образом Например, он сделал это, когда убил демона Шакатасуру Маленький младенец, маленький младенец, убивающий большого демона Он не стал поднимать руку и отрубать ему голову Он просто лежал на земле и просто отрыгнул своей маленькой ножкой И таким образом он уничтожил демона Шакатасуру И Прабхупада много раз говорил об этом Прабхупада говорил, что Кришна убивает демонов очень уникальным способом Как раз на днях я слушал, как Прабхупада рассказывал об этом в лекции И о том же самом говорится и здесь Более того, даже те способами, которыми Кришна наказывает, убивает демонов Способны покорить сердце любого Что уж говорить о том, как он отвечает на чувства своих предавшихся преданных Он делит с ними пищу Отдыхает в их компании Играет на флейте для их удовольствия Танцует с ними в Рас-Алиле И так далее Вот мы немного подробнее рассмотрели те моменты, которые освещает Шрила Санатана Госвами в комментариях к сегодняшнему стиху О том, что же отличает Кришну от Нараяна Итак, на этом мы остановимся Мне нужно встать Я встану на несколько минут, почитаю немного Джапу И затем я вернусь, и мы можем вместе повторять Джапу с теми, кто хочет почитать Джапу Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»